По поводу, что значит холоден или горяч. Это слова из апокалипсиса. Вот плохо, что ты не холоден и не горяч. Пожалуйста, объясните. Холодно, когда человек с страхом Божьим идет только. Как бы не оказаться в аду. А горячий, полюбив Богу, идет. Вот и все. А в этом заключается, да? В этом заключается. И толкование такое и дает Андрей Кесарик, аппадокийский архиепископ. То и другое к спасению. А вот тепло-хладный, то такое, то такое, то тогда лучше не надо еще. Ну вот сегодня есть люди, которые пока в Евангелие в руки не попало, я боялся всего этого. Я умру, я буду мучиться и проще. Вот это холод. Вот. А когда Бог дал любовь, это все остальное взвинулось далеко-далеко. А почему? Я неуязвимый. Меня Господь избрал, поставил, вдохновил, крестил. Ну что я могу сказать? Каждый день радость и радость. Вот бывает, что не хватает у людей. Ну вот горе вам, когда вас будут все хорошо отзываться. У меня этого горя нету. Блаженно, когда вас будут гнать злословить за имя мое. А у меня столько злословищих. Я каждый день думаю, перечислять даже время не хватит. Это любовь Божия ко мне выражается. Только благодари Бога и радуйся. Радуйся. У меня особенно большая радость, что я попадаю под многие жернова. За это время они, когда со мной тут так поносят, там говорят, они других не могут трогать. Не заняты. Были бы, они бы это сделали. И потом родные, самые близкие, которые всем обязаны, самой жизнью даже. Это Бог делает. А если страдаете как вор или злодей, какая польза, Петр говорит. А если как христианин, то прославляй Бога за такую участь. Вот какое дело. Давайте еще что есть. Что, никого нету? Да, спаси Христос Игнать Тихонович. Очень все понятно. Ну все, туда же молиться будем. А, братья, вопросы задавайте, пожалуйста. Давайте. У меня нет вопросов. От person? Ну все, дальше, пожалуйста.